В этом году у нас какой-то пошел прорыв в селекции, потому что обычно 6 сортов, 7 сортов в год. В этом году получилось 20-18 меню и 20 антарта. Я покажу эти сорта, потому что я прошлой осенью показывала перспективные синицы, и практически все стали сортами. Они уже пошли в народ, уже нравятся, уже выставляются. Просто фотографии не очень удачные у меня. Значит, ветер над островами, кроновая пестролистность, колокольчик с темным глазком и темной каймой. Я поставлю, чтобы пестролистый раз. Ир, вот так? Да, она. Глаза надо. Следующий сорт. Почему-то очень много у нас голубых получилось. Это голубое солнышко. Это яркая пестролистность. И голубые с белым, типа анюток. Вот. Идет очень хорошо, очень мобильно и повторяемость практически попроцентная. Следующий сорт мы оставили, долго думали, но оставили. Голубой холицидон. Это крупное достаточно полу-мени на белом листве. Почему оставили? Цветы очень нежные, голубые и с зеленой подбивкой. И идет какого-то такого дымчатого тона. Ну, что-то вот. Типа смокинут. Что-то вот туда. Почему показываю фотографии растений? Потому что в этот раз, ну, не зацвело. За любовь. Бокалы. Вот. Значит, с белой каймой. Тоже цветение, вот видите на фотографии, цветение достаточно обильное. Сейчас, немножечко не получилось. Значит, очень интересный сорт получился. Энзотильница. Пестролистный. Цветок распускается розовым. И по мере старения и воздействия цветка образуется вот на нижних трех лепестках ярко-желтые пятна. Повторяется очень хорошо. Не видно? Я буду сюда класть. Так. Вот здесь тоже не очень удачные фотографии. Значит, это у нас кантри. Ну, вот. Цветок у фотографии, конечно, разные. Ну, он фотографироваться не желает. Принципиально. Ну, просто вот, я не знаю. Значит, это начало цветения. Цвести он будет в районе года. Увеличиваясь немножечко сам в размерах. Но это миниатюра. Значит, тоже пестролистная. Цветы не раскрываются никакими силами. Так и будет огромная шапка. Не раскрывшись никакими колокольчиками. Так. Следующий. Опять цветок расходится с фотографий. Нет. Шапка. Ну, вот здесь, в данный момент, семь цветоносов. Распустился только один. Здесь, значит, тоже пестролистник. И пестролистник у нас розовый. Вот. Цветет огромной шапкой. Повторяется очень хорошо. Значит, все, что я показала, это пока не температура, зависимая из сорта. Просто было, что можно сказать. Значит, лазуревка. Очень нежный, голубой цветок. На гелого ствена пестролистники. Тоже очень длительное цветение. Марика. Марика. Ну, это что-то такое. Перьями розово-зелено-белое-коричневое на очень темной розетке. полу-менее. Это еще не показывалось. Так, матрена тоже. Среди моей фотографии нет. Коралловый цветок. С более темными ручейками. Ну, вот такой, на темной листве. Так, теперь следующая у нас мережка. Значит, это полу-менее на очень яркой пестролистной розетке. И цветы голубые в сеточку. Абсолютно все она цветет шапкой. Да. Вот, огромное количество цветов. И они вот настолько текстильные какие-то. Поэтому вот это вот название как-то подошло очень. Так, дальше. Вот здесь теперь наоборот. У нас цветок лучше, чем фотография. Это ночь нежна. Значит, что здесь интересно по цветку. Значит, полу-колокольчик. Ну, более темная серединка. Каждый, значит, белая кайма. И каждый лепесток идет вот с волной. Я тоже показывала на сеянце. Но там это было... Вот здесь вот прям видно, что на каждом лепестке идет волной. Я еще вот так немножко... Вот они тоже скрываются. У меня здесь жарко. Видишь, я не знаю. Так. Тет-а-тет. Автор названия сидит передо мной. Ну, действительно. Мы так и сидим тет-а-тет. Мы с тобой так тет-а-тет и сидим. Да, мы сидим тет-а-тет. Ну, действительно. Вот белый листва, пистеролистные. И действительно, его надо рассматривать близко. Причем он может свести одним цветоносом. Может выйти сразу пять. Ну, вот как захочется, никакой закономерности я установить не смогла. Вот. Здесь, значит, идет у нас кайма. Здесь у нас идет сеточка на верхних лепестках. Ну, сидите рассматривать. Зелень идет с изнанки. Все, что хотите. Рита, кстати, тоже есть спонси розовую. Да, ну, сейчас посмотрим. Так. Хакасия. Очень темная розетка. Но цвет непередаваемый. Фантазийная. Махровая. Цветет дождь достаточно охотно. И... Ну, я бы не сказала, что шапкой. Но очень прилично. Ну, или менее. Ну, там идет... Ну, я не знаю. То ли сливовый, то ли на сливовом фоне фиолетовый фэнтези. Ну, вот как-то так. Так, это я тоже потом, к сожалению, чего бы не была. Так. Это у нас парочка. Все-таки парочка. Вот. Идет в розовом и идет в голубом. Цветы абсолютно одинаковые. Оба кроновики. Вот. Но идет в розовом у нас поменьше. Это у нас девушка. И тут в голубом у нас покрупнее немножечко розетка. Маленький. Да. А так цветы, в общем, абсолютно одинаковые по структуре, по форме. Единственное, что различается цветом. Так, вот этот сорт у нас появился недавно. Эхо-радуги не принесла. Один цветок, десять цветоносов не распустился. К сожалению. Вот. На миниатюрная розетка. Очень хорошая, яркая пестролистность. И фэнтези, ну, любые. Вот здесь может быть краб, здесь могут быть всполохи. Здесь все, что угодно может быть. И повторяется еще очень интересная у него вещь. У него каждый лепесток на конце, как будто его так вот прищипнули. Причем это повторяется. И по краю лепестка немножечко зеленая кайма. И вот эти прищипы повторяются везде. Вот. Теперь очень, опять, опять разница. Значит, ясный свет. Что здесь интересного? Он цветет огромной шапкой. Ну, вот в неудачные моменты я попала. Каждый цветок у него идет с очень интересной лепестки. Вот все выемчатые, волнистые. То есть непростой цветок. И очень интересный эффект. Купатель смотрели вчера. Вот кажется, что он желтым. А на самом деле желтого там нет. То есть очевидно, настолько белые лепестки, что печеньки дают вот цвет. И когда я вижу желтые, не щель, не увидела. Когда она просветивает. Ну, если только просвечивает. Но в описании мы пока желтые не включали. Ну, вот какой-то вот, буквально, оно идет вот от цвета. Нашли? На дно. Откуда я лепестки? Откуда желтые? Два стандарта. Ну, это случайно. Это незакономерно. Вот. Проверяла я их три года. С 16-го года. Значит, что получилось? Значит, лист здесь. Значит, это у нас андантино. Это у нас аллегретто. То есть более медленный какой-то такой вот темп музыки. И более быстрый. Так и хотелось назвать, чтобы они были в одном ключе, но немножечко различались. Значит, здесь прямые листья. Значит, пистолистность у нас такая бежевая лиза. Из середины идет розовая. Здесь идет бежевая. Вот. А нютки лавандовые с фиолетовой ситочкой. Значит, из него получился аллегретто. Значит, здесь лист волнистый. Цвет листовый такой же. Но здесь белые волнистые анютки. И тоже очень хорошая сетка. Ну, как-то вот, кто видел, почему-то нравится вот это больше. Хотя здесь вот тоже вот изящный. Он, ну, думали сначала, что это малый стандарт. Нет, это все-таки стандарт. Ну, очень компактная розетка. Ну, стоит он у меня там на пол. Я его принесла. И теперь очень нравится. Так, теперь по сиенцам. Сейчас я быстро. Так, значит, ну вот эти два сиенца я показывала в этом году. Мы еще проверяемся. Вот, мы уже на грани того, чтобы зацвистеть в четвертый раз. Вот, только после этого уже будет решаться. Ну, получается хорошо. Он получается достаточно хорошим букетами. Долго держится. Не оплатывается. Это мини. Это мини было? Это мини. Нет, вот стандартов только два. Все. Вот эти тоже. Это все у нас нет. Стандарты у нас случайно просто... Ну, были очень красивые розетки, поэтому они были оставлены. И решено посмотреть, как это выглядит. Показывала этот трейлер. В прошлом году я его показывала. Проверку он прошел, но выяснилось, что он, в принципе, температура зависит. Вот, вот было очень жарко. И получается, что белого практически не было. Вот, но он весь был в фэнтези. Чуть-чуть похолодало даже. Вот, где четырек у меня в квартире. И опять пошли зеленые каюнки. Опять пошло белое. Так. Еще вот этот сорт тоже показан, но пока недопроверен. На флакамус листре огромные анютки, фантазийные. И в прошлом году я показывала просто один цветочек. То вот, сейчас можно сказать, что цвести он будет вот так. То есть, большим количеством цветов, но он опадает. На флакамусе, в принципе, на маленькие аматы не его опадают. Макс-то надо опадать. Так, это вот, показывал народу, мне понравилось. Ну, здесь маленькая розетка и цветы чуть ли не 5 сантиметров. Хотя, мы его проверим, посмотрим. Понравились? Понравились? Нет, показывал, не понравилось. Ну, обычный синий, да? Ну, как-то ничего такого. Надо в живую смотреть. Да, надо смотреть в живую, потому что вот розетка маленькая, компактная. Ну, розетка где-то вот такая вот получается. И на нем 5-сантиметровый окномный цветок. Будем смотреть, проверять. Значит, трейлер. Вот такой, полу-мини. Кроновая пестролистность. Бежевая. Ну, он, естественно, чуть-чуть опадает. Ну, с проверкой, порядка 10 растений у меня сейчас стоит, зацветает. Половина на поводине. Поэтому здесь, наверное, еще будем думать, оставлять или не оставлять. Может, выбирать линии, которые сохраняют, линию, которые сохраняют? Проверять еще раз то, что сохраняют, а новые... И выбирать. Ну, можно так. Ну, это уже, понимаете, а, нет, всего год проверяется. Это всего год, потому что стандарты проверялись три. Значит, вот такая вот штучка. Очень понравилась тем, что розетка почти микро, геолиства, высокие цветоносы и огромное количество синих, ядко-синих цветов с белой каймой. Причем получается, что розеточка отдельно, потом цветоносы и отдельно шапка. Вот это будем проверять, это решили все-таки оставить. Так, Надежда Микнас, человек своеобразный. Значит, это трейлер. Обычный, простой трейлер по уменим. Обычный, простой трейлер, светло-зеленые листва и огромные голубые вот такие с ушками цветы. Нежно-голубые на фотографии, они более темные. Огромное количество вот этих цветов. Ну вот, было дано задание проверить. Сейчас будем проверять. На природную похожи. Похож на природную, но просто размер цветка огромный. А так вот, самый обычный трейлер вроде бы ничего такого. Листва обычные. Ну вот, вот это сочетание, оно получилось очень нежное и решили проверить. Так, и последнее. Изюминка. Ну и все. Насладим. Изюминка. На торте. Значит, рабочее название. Н-звездная пыль. Надежда, я не дала его сразу. Вот. Опять фотография не передает. Ой, у меня оно трясется. Значит, это один из проверочных вариантов. Вот. Недавно распустившись. Значит, цвести, соответственно, вот здесь будет. Здесь очень много цветоносцев. Но это еще не предел. Здесь порядка 20 цветоносцев было на первой розетке. Вот такая очень красивая кроновая пестролистность. А цветы, в общем, ну, я как-то сначала внимания не... Ну, посмотрела, но издали. Вот. Потом сфотографировала. И когда уже на фотографии рассматривала, это цветы очень интересные. Ну, я не знаю, под лупой что-то рассматривать. То есть здесь идет и сетка. И кайма. И переход цвета. И розовая крапушка. И рваная кайма белая. Вот. Причем проверено. Уже 4 растения процвело. И все цветут одинаково. Вот. Пестролистность больше проявляется. Вот он начинает цвести. И идет пестролистность. Вот. Потом она опять подпадает. Потом опять появляется. Ну, в общем, он такой. Вот. И вот на фотографии видно количество цветоносцев, которые вот не будет. Вот. У меня, по-моему, все. Отлично. Здорово. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ